у нас будет гостей прекрасных поэтому на веб кучу ли что что ну как такой молодой человек лада не молодой в белой рубашечке может материться кирилл ну что скажет мама 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 на труб на ругает обескуражен сразу давай вливайся у нас весело друзья это руссбрейн руссбрейн который для киберспорта вы понимаете сколько уже успел сделать всего еще сделает куда же он денется по варкрафту ты выделил 200к спасибо paypal который стрелал 18 но 180 чистыми денег на два сезона турниров по варкрафту и мы эти два сезона будем играть 7 месяцев зачем ты подписал меня на стримы по варкрафту на протяжении минимум полугода скажи мне а я предложил а ты не от не отказывался не было предложение по сути то есть у меня 800 рублей бугагашник михаил я хочу коврик бугагашник а бугагашник на на месте проведения подойди в бугагашник я не помню блин он может меня не слышит напишите бугагашнику чтобы он подошел ко мне мы ему выдадим коврик я тебе тоже могу коврик выдать хочешь у меня есть а чё за коврик хороший очень у меня просто олдскульный вот экстракт такие они напомню в виде сот ну вот я же в бурдвор играю старая игра компьютер у тебя наверно тоже 486 до сих пор да нет там было не работает по моему первый пенек хорошо ладно как твоя семья хорошо болел правда на прошлой неделе но ничего теперь здоров ты собираешься его воспитывать в киберспортивном плане о колесе заходи к нам после кирилла хорошо при приходим минут через 7 все хорошо что олеся через через 7 бугагашник бугагашник нет не бугагашник давай коврик я его мефи подарю он просит хорошо это мефт мефи мефи а он зерг ну зергом конечно а у меня тут было же а и у меня так секундочку держите да хорошо как ты его будешь воспитывать киберспортивном плане почему именно в киберспортивном но вопрос же не в киберспорте или просто спорте или в чем-нибудь другом вопрос том то что стараться быть лучше чтобы ну как бы чем чем лучше то сам делаешь тем лучше получается какие игры ты ему будешь прививать будешь ли заставлять его играть во что-то я не думал об этом у меня у меня в данный момент есть несколько настолок соответственно я бы хотел с ним играть в те игры в которые играю я чтобы просто было интересно чтобы всегда был соперник вот но вот на данный момент ему ему только два года и мы стараемся с ним но это как бы смешно очень получается но он играет в шахматы по крайней мере разложить фигуры на доску он может конечно так михаил 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 сорвался и убежал вот как обычно это миша ничего не сделать вот сейчас вот мы с пухом тот сделаем интервью пух зачем задавать ответь пожалуйста вот зрителям чатики зачем ты сюда пришел отлично супер всем привет кто меня узнал вы на басике я пришел в пабджи поиграть мне михаил не серьезно михаил горит тут будет катка в пабджи говорит приезжай нам одного не хватает правда это тпп но ну типа сойдет ну а теперь уточняющий вопрос ты в пабжи играть пришел во сколько часов 5 а до этого с 7 пообщаться там такое ну вот то есть вот и пришел пять часов назад и в пабжи ты еще не играл правильно и не играл ломка дикая меняемся к лучшему пацаны вот у меня вопрос кроссбрейну естественно ну на гудгейме все тебя знают кирилл собственно один из инвесторов так сказать акционеров вот который который но любого любого стримера может поддержать так что что-то не работает там год там потом ничего не делать контент не выпускает да 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 я мы помним твои донаты после которых авка там я не помню он что-то месяц не не играл или типа того до нас короче большие эти в общем много людей поддерживаешь и последний раз ты насколько я знаю видел тебя неделю назад на на роту москва правильно вот турнире который ну вот собственно первый вопрос каковы впечатления от турнира и что-то там делал насколько я знаю ты не очень любишь starcraft 2 ты больше по олдскулу ты брудвар игрок то есть хардкорный разводишь рабов сам на минерала ну я вообще пришел с поме пообщаться про ту москва так просто нарисовался по мистер вот смотри кстати давай давай ты вот что-то про донат говорил давай вот у него гему зададим этот вопрос опять убежал нет на самом деле я просто как бы пришел оффлайн тем ребятам которым я знаю руки пожать и потом у нас был автопати это была основная цель все нормально батарейки сели пацаны не очкуйте хок я уже здесь стоял скажи что русбрейн меценат гг и он тебя много поддерживал и ты потом запой уходил смысле конкретно донатами что да ты чего не было такого нифига село лол прикиньте стримера зажрались пацаны ну и конечно ты забрал все его деньги лед 234 пацаны вы чё гоните все нормально же работает раз два три 4 все спасибо майкера ушел встречать олесь и он хочет у нее брать интервью они у русбрейна поэтому сорян пацаны ну так вот у меня еще вопрос ты не только старкрафт поддержана каким еще и варкрафт за что тебе отдельный респект от меня и от всех варкрафтеров собственно почему варкрафт ведь но ты насколько я знаю в варкрафте больше зритель нежели игрок но я так не играть и все равно нравится поэтому ты держишь ее на плаву один из немногих кто саппортит не словом а делом на мой взгляд варик очень зрительная игра она она очень очень приятно именно для зрителя и и приятно наблюдать и у нас на репсах как-то не знаю но может быть наверное лет 8 назад был пост одного чувака который там художник картины рисует и он в частности делал делал анализ различных элементов брудвора и третьего варика но там например юнитов и он делил их по золотому сечению и вот говорил типа ребят вот смотрите она все сделано и очень интересно было по моему goodgame перепечатывал эту статью то есть визуальная игра очень очень приятно смотрится плюс она достаточно яркая то есть там есть спелы да все это мелькает но она при этом медленно то есть ты успеваешь разобраться что к чему происходит в брудворе игра очень быстро но у нее динамика цветов очень ну как бы небольшая там 256 стоп оригинале и ты успеваешь тоже как бы разобраться там чё к чему происходит и вот из-за этого у там всяких древопитеков как я и ребят постарше ну там исключая тех кто перешел на второй старик из-за этого им 2 старики не нравился но что он достаточно динамичные быстрый при этом достаточно яркий ну то есть глаза разъезжают что называется вот но это как бы не истина последней инстанции просто мое личное мнение мне мне действительно интересно смотреть в к плюс он очень конкурентный то есть мы видим что игроки как например фогич до хэппи тоже могут действительно играют ну как мне кажется на равных с корейцами и заставляют прикурить китайцев если если я так правильно понимаю что китай сейчас топ как бы до корейц топ-2 и вот там индивиды которые где-то в топ-3 это приятно потому что я делал рбк пищу по брудвору и но к сожалению там в одни как в одну калитку то есть приходит чемпион европейской сцены там например тот же над форуди валт из наших или и он зерк приходит любитель кореец то есть уровня любителя и просто в щи шансов у наших не остается дальше приходит кореец профессионал с лиги и в щи выигрывает у любителя корейца то есть уровень но как бы градация уровня слишком высокая и но как бы у меня создалась дилемма что делать с одной стороны я могу забанить корейцев и таким образом оставить интригу интерес но тогда смотрибельность но она она падает то есть мне проще посмотреть он какой-нибудь айсэль корейский гряди сита топовый уровень это уже не настолько топовый там как в 2008 году или варик где все действительно стараются и там условно если призовой косарь баксов ну или около того то уже ну как бы никто не расслабляется это приятно то есть соревновательный эффект мне он именно даже как зритель он мне нравится да очень развернутый ответ ну да я я согласен с тобой поводу все что сказал ну от себя добавлю что брудвара как игра она более сложная даже чем варик я несмотря на то что считаю что это две как бы ртс эталоны киберспортивных все-таки брудвар стоит во главе и механически она более сложная и да там всегда было разделение сцен даже топов типа корейский не корейский то есть варкрафте особенно сейчас когда остался не такой большой пул профессионалов естественно разница между ними небольшая поэтому соответственно ну по сути все профессионалы могут победить сену всех но действительно там китай топ-1 если брать даже его средний уровень и даже из гипертопов брать корея там блин мун только индивидуумы ну и у нас до наверно только фоги потому что единственного профессиональный подход но и у хэппи потому что у него талант помноженный на упорной тренировки да вот парни может вы какой-то вопрос хотите задать ну я так понимаю в будущем ты планируешь поддерживать дальше турнир или еще пока не ясно как какие-то планы на счет может быть вот ты был как зритель на поме ивенте до поме и еще но по еще одного парня забыл никнейм но они вдвое мы организовали да прошу прощения и собственно если планы продолжать может быть ты захочешь свой оффлайн ивент какой-то сделать есть в это в голове или еще пока нет вообще есть такие идеи как бы я не планирую на этом останавливаться но естественно тут вопрос денег то есть я не ну не хочу что-то обещать на что в принципе как бы до текущего момента мне кажется то что за свои слова я но отвечал и не бросал их на ветер поэтому сейчас сказать о ребята я там вам гарантирую еще 500 турниров это будет некорректно случится может всякая да там сегодня ты на коне особенно особенно ну так в некоторых странах особенно в которой мы живем так происходит да у тебя иногда бизнес стреляет иногда не стреляет поэтому здесь вопрос такой желание есть возможности пока есть дальше посмотрим понятно так участвуешь ли ты в соревнованиях по брудвару сам я знаю ты скромный парень на самом деле тебя высокий уровень игры но я понимаю что все относительно и когда ты типа знаешь как могут играть тебе всегда кажется что ты играешь не очень но вопрос из чата есть играешь ли ты брудвар нас на час можно каких-то турнирах там недавно вышел ремастер хотя уже год назад я себе установил и немножко покатал у меня как раз была возможность я точно не вспомнил по моему там порядка 200 ммр был достаточно низкий но это где-то был в топ 100 топ 200 европейского лейдера потом мне как раз попался примерно с таким же ммром брюс он меня ушатал 40 вот но это как бы до игоря андреевич да 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 но он играл но как бы знаешь это также как нотфуру да он такой у ребята я уже не играю все потом он приходит всех выигрывает там на ланах выигрывает занимает топ-2 на вот и венте который был европе и потом ты там но разговариваешь тем кто как бы смотрят там спокеристами он говорит но он как бы не играет но такое дело он каждый день железно с десяти вечера до часу ночи задрачивает а иногда и больше только ну все понятно вот поэтому у меня я покатал где-то месяца три после этого у меня там была большая командировка и соответственно я не мог играть и вот с того момента я как бы не играл я играю достаточно редко и ну то есть возможность там есть желание там иногда катаешь но здесь уже очень много условностей очень много обязательств которые есть там условно например я вот могу там все сейчас катнуть да но вот сейчас вот я пошел на стрим-фест завтра я катнуть ну просто понятийно не смогу потому что там у меня супруга куда-то захочет может сходить а мне там сашкой нужно посидеть с ребенком вот то есть очень очень много обязательств на тебя ложится и нет я уже не считаю себя игроком ну да как бы немножко там рабов поразвожу в охотку когда есть возможность но не более того когда есть ланы побывая которые мы проводили если в двух я участвовал как в одном было два турнира за последние лет шесть которых я не был орг не был связан с организацией совсем в одном просто пришел как зритель побухать во второе я ну пришел там поиграл но я выиграл два матча и нужно посмотреть по статистике вот турнира который был в медиамаркте я там то ли двоих то ли троих буквально выиграла потом сам отлетел от девалта ну то есть может нужно понимать то есть как только я попадаюсь на кого нибудь из топ-10 то отсутствие тренировок она сказывается очень сильно частично уже на этот вопрос ты отвечал так сказать но тем не менее два вопроса в один объединю смотришь ли какие-то стримы на гудгейме и какими какие качества тебе нравится в стримере ну я так понимаю больше наверное все таки брудвар и варкрафт но тем не менее может быть смотришь что-то еще есть какие качества знаешь мне очень нравятся стримеры которые ну вот типа до конца гейминг какой-нибудь то есть где они особенно особенно очень интересно смотреть за игроками которые могут себя загнать в жопу а потом из нее выкарабкиваться успешно это делает это очень хорошо да ты ты улыбнулся вопрос каких стримеров да не знаю только смотрю мишу я иногда смотрю ламыча когда он стримит но и когда охота пук посмотреть потому что он он действительно очень хорошо играет на мой взгляд но его смотреть опасно то есть это действительно там ребенка рядом быть не должно и есть есть ограничения нет знаешь я немного я иногда захожу на гудгейм но не так что вот как на телепередачу там посмотрел от начала до конца про зашел там чачки написал и вышел особенно у меня род деятельности так связан то есть у меня как бы нет какого-то графика работы просто потому что у нас там основной поток бизнеса он зарубежный и условно основная часть клиентов это примерно лондонское время это но часов до восьми плюс иногда там но тебе могут связаться в любой другой момент и есть ситуации когда ты например там что какую-то задачу выполнил и дальше ты просто ждешь ответ клиента да понимаешь что ты там не можешь здесь контакта в этот момент да ты можешь там открыть гудгейм понял значит там спрашивали что-то еще папа 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 пацаны кто-то там спрашивает хороший вопрос я чуть забыл а любимый не европейский игрок там прошли про warcraft но мне интересно еще твое мнение и про брудвар это вот тоже смежный вопрос а половину от себя то есть из чата про варкрафт от себя брудвар не не европейский игрок но то есть то есть это видимо ну да то есть видимо человек имел ввиду азию то есть не только корея может быть там тайвань китай где в брудвар еще играют бв если это не европейский до соответственно и не под русским флагом но наверное это yellow корейский и тайваньский тайваньский ёсен раш до который который еще на вцг 2004 дай бог памяти там с андроидом очень очень зачетно играл ну вообще он такой дикий игрок но по моему во второй скаун тоже начал играть я правда не знаю как у него был какие результаты в к сложно сказать для меня мне все таки интереснее смотреть я не я не смотрел много зарубежных турниров именно не следил за тем как как играют азиаты я мне больше всегда нравилось мне всегда нравилось болеть за того кто по статистике там по любым другим параметрам слабее но который не знаю задрачивал очень много просто он талантлив просто он может быть не знаю там на каком-то бешеном позитиве он пытается затащить то есть вот последняя катка на голде фоги против против кого против тиаша это это бомба то как например android играл против silent control на вцг это бомба то есть но это я когда ты разбираешь эту игру там в начале условно корейцы такой что что за бред и что происходит как против этого играть а через два года это у самих же корейцев становится стандартом там подроченным дитна дикое задротство то же самое здесь да там чувак делать какую-то дичь а потом она станет стандартам вот мне это всегда интересно то есть такой бешеный соревновательный эффект от статистического аутсайдера против чемпиона и когда аутсайдер показывает то что ну вообще он что-то умеет да я помню android собственно говоря очень сильный и с своим мышлением игрок он помню когда команды сборной в цг по варику и старику готовились плейграунде нас был с ним разговор спор потому что поправь меня себе не ошибаюсь брудваре по дефолту считается что ну ценность юнита так как это макро игра она меньше чем например в том же варике и соответственно наш спор заключался в том что типа ну вот я как раз ему эту гипотезу высказал что мол варкрафте нужно жестче там контроль и все такое на что он мне ответил что он не не согласен то что он даже танк старается свой спасти отвести и отчинить то есть нежели построить новый ты знаешь тут еще ваш спор был помножен на некую эпоху в варике в старике в бв в тот момент рулил боксер и вот это вот его там бешеная микро когда вультура может убить две пачки собак это это было эталонной игрой прошло еще это вы играли 2005 где-то был 4 до прошло года 45 появился flash и твоя гипотеза стала абсолютно правильной что бешеная макро и там 15 бас первые 20 минут это решает в принципе я с тобой согласен что варике больше большее внимание ты уделяешь каждому конкретному юниту потому что во первых это математика у тебя 100 лимита против 200 и игра медленнее то есть ты успеваешь это сделать в в но те раны они очень сильно зависит от контроля то есть все равно да там особенно когда ты играешь твт спасенный на микро танк но он он тебе потом может игры стоить если ты играешь зергом то это не так критично не настолько критично ну и смотря какой юнит да там люркер вначале игры ценен собаку то можно и 2 слить не страшно но но в целом я считаю что твоя гипотеза абсолютно права но вот исходя из того что во первых игра игра быстрее во вторых у него больше лимита в два раза еще один вопрос про брудвара из чата пацаны спасибо тем кто задает вопросы со смыслом не пытается троллить но басики в общем вопрос про брудвар сцену как ну какой ты считаешь у нее будущее если она вообще ну вот с твоих перспектив на брудвара у брудвара да я не думаю что стоит зацикливаться на старом на самом деле то есть тут как мне бы вы интересен условно там я могу задонатить сделать турнир туда придут только старые игроки новая кровь ну может быть она и придет она отлетит во втором третьем раунде просто потому что это требует очень многое усилий то же самое в к поэтому тут по поводу будущего ну такой а зачем то есть если это глобальный вопрос типа там будущее киберспорта то эти игры уже отжили свое если будущее собраться самим там поиграть посмеяться пиво попить это можно и 60 лет делать но условно там у меня отец мы там как бы многие играем в покер да вот отец он играет только в преф типа покер эта игра там для новичков этом зеленый зеленые бестолочи да на самом деле там не знаю какой-нибудь я думаю отец моего батя дед дабы там сказал то что ты там аутсайдер надо никогда там в бридж какой-нибудь играть или я забыл царская игра ну как бы прародитель премпо считается всегда всегда есть какой-то прогресс поэтому тут вопрос такой будущее а зачем именно будущее бы я я не вижу в этом особого смысла в любом случае всегда мне кажется можно будет организовать турнир там пока все игроки не вымрут и где-то лет в 50 на ланчик у тебя все равно все соберется такую же сцену как 2009 году в ангаре на старлиге нет не соберем вообще без шансов понял так пацаны ну что 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 давайте поживее ну такой вопрос похожего характера эталон по шутеру но так как я думаю что мы сразу с брейном с одного так сказать времени я думаю у нас там ответ один это либо квейк либо кс но тем не менее что ты считаешь эталоном шутера киберспортивного а что какой критерий оценки кто талон что по количеству зрителей не 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 я думаю хотя да вот чек не уточнил на самом деле это важный вопрос критерии но тогда добавлять себя раз чек не уточнил критерии именно потолок скилла и и и соответственно зрелищность думаю вот эти два критерии то есть количество там инвестируемых денег и так далее не имеет значения иначе другие игры наверное вообще выходили на первый план я думаю что для зрелищности нужно большой пул игроков пример из своего опыта вот во владивостоке у нас когда были отборы там условно по брудвору собиралась ну дай бог памяти там 20-25 человек включая зрителей по vk3 благодаря нейтрону было больше всегда в варике ну потому что как бы на него уравнялись там играть как нейтрон человек 50 от силы это я с запасом говорю по кс всегда было 300 плюс просто потому что у тебя команда 5 человек то есть если количество команд столько же сколько vk3 даже поменьше но по количеству было больше соответственно зрителей больше следовательно нужно смотреть на те игры где больше пул участников ну например огромный пул участников там условно в каком world of warcraft и вряд ли это киберспортивная игра но как мне кажется что например папк и в плане киберспорте он вполне может обогнать кс именно в плане зрелищности в плане того призового фонда который он может привлечь да и в конечном итоге чтобы у тебя это стало ну как бы не развлечением ограниченного количества там людей от 20 до 30 летом от от 15 до 30 а ну чтобы всем было это интересно посмотреть нужно чтобы об этом там говорили говорить об этом вот тогда когда будет больше людей это смотреть которые даже в игре там особо не не смыслят получается что шутер это наиболее оптимальная такая игра шутер или например там футбол потому что она она понятно всем до углубил убил не убил и нужно чтобы было больше игроков то есть условно какой-нибудь там гипотетический папк на одном на огромном острове на 10 тысяч игроков это вполне может быть то что нужно пацаны я вижу вопрос про олесю просто ситуация такая что ее должен был интервьюировать майкер и поверьте он не церемонится особенно со мной тушен на баз и он бы если бы ну нужно было уступить место он бы мне сказал пальто и раундас я помню твой последний вопрос он будет на финалку так что еще что еще пацаны ну 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 папа папа ну никера не вижу ну что тогда у меня вопрос такой будет а почему флэш вызвался за ничего ну потому что там было туреток штук 20 всего лишь надо было если было штук 30 было бы все нормально я с собой не взял но я я на прошлый я на прошлый стримфест приносил у меня же есть плакатик с его автографом флэш принципе под этим подписался ну да 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 мы скорее были в прошлом году как раз у меня там по день рождения в январе flash джей донгом играли и но мы там короче да мы я там фуфо и сайр ну-ка ребята с репс ру вот мы короче ездили там смотрели на этот матч бы там немножко про вафлили не нашли сцену хотя как его можно было не найти ну короче затупили мы были по билетикам там 1000 1064 что-то такое короче сидящих мест уже не было мы простояли ну смотрели стоя но все равно было кайфово а потом мы использовали как european чит типа белый чит и смогли там договориться с местными организаторами там пошли побухали поговорили и вот я и фуфо мы приехали только на один матч сайр он остался на 10 дней там но немножко пожил как бы просто как отпуск и он уже прошел на финал этом по моему си был с флэшом и как раз организатора с которым бухали они там позволили сайр уже зашел на вип место типа вип зрителей дальше ему там ну провели его в галерку он просто поймал за руку флэша такой вот это подаваясь с табличкой есть фотка где он с табличкой это фотоется где флэш суши макр тиран потом заставил это подписать флэша конечно такое лицо было тип что 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 за бред что происходит вообще но автограф есть вот олеся снова подошла сейчас мы наверное передадим и слово правда где микера не знаю в общем благодарю тебя за интервью очень было приятно общаться как всегда может быть привет и пожелание кому-то что хочешь сказать напоследок по-братски все пацаны всем спасибо кто ждал олеся я думаю сейчас ну вы не зря ждали надеюсь так пацаны третий раз давай так по камеру что видно было ну привет как дела у тебя в общем чё делаешь на стримфесте и для тех кто не знает представь себя пожалуйста я тут просто сижу и жду пуха потому что я хотел с ним сегодня здесь потренироваться но штанги нету супер так значит ну от себя лично хочу тебя поздравить с прохождением на квалификацию голда что там будешь делать к тянкам едешь признаюсь или будешь серьезно трениться наймешь тренера и подготовишься наконец-то нормально а не поедешь как русо туриста расскажи мне вопрос опять с подвохом как обычно от пуха но вообще сейчас учитывая что новый патч вышел и на нет изи и на батлнете и принципе играть можно и интересно учитывая что какие-то новые стратегии новые карты появляются я думаю на надо надо потренить хотя бы за недельку до турнира надо будет потренить относительно у кого из нас бицуха больше но сложный вопрос бицуха нужно так уточнять я понимаю что как бы эксперты из чатика не эксперты я думаю что бицепс плеча больше ухавка ты измерял нет смысле бицепс плеча тоже но бас это значит вот то что ты называешь бицухой так и называется двуглавая мышца плеча не он просто видите как это пытается меня на понт взять 39 я мерил у меня 38 с половиной что ли но бицепс бедра у меня точно больше а ты бицепс бедра сказал сначала а ну я понял это старый прикол как это ты как жмешь сколько жмешь ну что там наклоне гантели плеч да пацаны и фоги и нет сзади хватит роли так значит ну чем сейчас занимаешься вообще видел ты стримил какое-то время хардстоун я знаю что как бы варик на какой-то период те но скажем так надо надоедал или не знаю какая диска ну в общем то брала отпуск от варика и сейчас появился у тебя больше мотивации связи с прохождением на гсс точнее гцс или собственно говоря но ты планируешь играть с такой же интенсивностью как и до этого в общем да я брал пип какой-то период на отдых потому что я как раз в прошлом году на голод не прошел на зимний и естественно как-то мотивация упала потому что нет уланов это сразу минус вот а сейчас и на blizzard invitations ездил как-то все равно варкрафт начинает оживать там постоянно какие-то патчи делают плюс вопросы задают blizzard и они хотят как-то постоянно развивать игру и прислушиваться к игрокам то есть комьюнити вот и все равно как опять новые мотивации появляются и плюс я прошел на квали хотя я вообще не готовился я не знаю читал это мои интервью которые я там дал я просто решил сыграть вот как помнишь я летом прошлом году играл я просто сел не готовил смотрю раз почти happy катнул ну и первый не прошел квали вторые вообще легко прошел вот так что ну не знаю как сейчас пойдет как время будет но я думаю мотивации больше будет я скорее всего из группы выйду в этот раз надеяться будем все тебя болеть да еще раз пацаны всем привет кто только присоединился мы на стрим пести макер вернется уже минут через десять поэтому не спамте задавайте лучше вопросы холку он же сергей и кей хавк на гудгейме в общем от себя вопрос к совместные стримы с качалки я даже не знаю я сейчас просто ты хочешь это какой-то челлендж устроить а у меня тут свои прогрессы до к лету надо сделать надо 130 пожать поэтому но я думаю летом точно можно будет значит летом наверное не я не хочу там типа просто это было бы интересно наверное обычно тренировку проводить наверное скучно было бы можно было бы какой-то замутить челлендж которым ну будет интрига потому что ну с последнего разок я тебя видел ты изменился в лучшую сторону наконец-то взялся за ум и белок естественно слез с этого периодического голода голодание начал жрать как не в себя и соответственно начал прощаться человека и поэтому думаю что между нами не такая большая разница как ты думаешь даже силовых поэтому будет интересно но обсудим в общем сколько жмет жму что вопрос в жму что то есть ну как бы я не могу на такие вопросы уже отвечать потому что вопрос от хавка когда есть пойдем ну уже кстати надо давно верно когда майкер вернется будет интервьюировать олесю мы или ну дальше гостей мы пойдем есть у столовой кстати на где находится это для фотка не она фотки не анафта сейчас стою короче в этой футболке тян не нужны какой-то парень подходит но ему на вид лет 14 в маске не слышно чего говорит и спрашивает типа ты уверен я говорю что спрашивает моя подруга а ты что тогда напрягать начал мы не танцуем лично я не знаю как танцуешь у нас джаз-дэнс можно сходить и вообще лошара пацаны в танцах я не танцую примерно лет 30 наверно это моя ахиллесова пята так сказать слабость только ну не спамте пеки спасибо опять вопрос от меня вкратце что вы тут обсуждали с разбраином по поводу как раз варкрафт или общий какие-то образ с разбраином ну просто за жизнь за олдскульную задротскую жизнь скорее вопросы пара брудвар про сцену про варкрафт просто приятный человек с ним всегда интересно пообщаться всегда говорит что-то интересное с толком сделан хуманоид мысли по новым стратам патчи я на своих стримах обыгрываю но пока ничего не работает то есть единственное то что противорка проще стало играть арт ли хороший вопрос тебе тоже привет пацаны вот берем ориентир на арт ли и задаем вопросы думчивый пожалуйста чтобы не тратить зря время тома кирптом будет ругаться соответственно я не знаю про брудвар потому что я брудвар играл очень недолго и у меня был там ранг типа c минус что льды плюс короче я полным набасом был а за варкрафт могу тебе сказать что в варкрафте балла мирор это самый балансный матчап он проверяет все твои игровые аспекты поэтому не любят его те кто скорее всего копирует просто чужие страты и не не разбирается в том что он делает то есть мирор может быть заточен чисто на микро мирор может быть под макро в зависимости от карта может быть красивым может быть некрасивым когда там если говорить там хуманских противостояниях когда люди месяца в азиатском стиле в sb на sb на т2 то есть ну я считаю что варкрафт очень сбалансированная игра за брудвар не могу говорить то что там был нубом и но неизвестно что будет потому что blizzard очень очень начали так сказать опасные изменения делать и на такую дорожку скользкую стали потому что когда 10 лет не прикасаясь к игре ну отлично мы мне не знаю как ты считаешь тяжело потом просто войти в цену сделать опрос какой-то сказать ну чем менять и те кто-то скажет подгорит скажет надо танки нерфить и близок и ада а и все надо нерфить он же игрок мы его доверяем то есть мне кажется пока вот в 126 я могу так сказать был баланс большая часть раскладов зависела от карт просто какие-то карты подходили а одной раз чуть больше там типа 55 45 60 на 40 в некоторых раскладах но не было такого там доминант доминантного преимущества то есть лучший игрок как правило в b3 b5 серии все равно выиграть но что они делать сейчас и последствия не будут менять юниты я проблезов вот это для меня большой вопрос что ты думаешь так много всего сказал я хотел про мирорская то что все-таки да там есть личный скилл но все равно в мироре очень решает и там например там какой-нибудь взять матч-ап на эхо там эльф на эльф да или ахума нахума одному там когти плюс 9 другому допустим амулет на промахе демон хантер он же не нужен совершенно считаю его продает но может цирклетку купить как-то нивелировать опять же быстрее течь сделать но опять же все равно какое-то преимущество есть небольшое по этим по например по тем же когтям опять же о может быть но не такое большое вот а да все мы просто другом хавка здоровались пара зергам но если нужно уступить но просто кому уступить а блоки про интервью юж зерка мы есть пойдем я уже есть хочу катаболизм начался подойдут блоки как выиграть императора смотри пим сквад для меня император это мистер винар для тебя наверное император это другой человек понимаешь да еще никого не бросили пацаны мы кресло варп а ты сидишь на кресле варп как тебе сидится на кресле варп не знаю так а реклама должен ты на варпе супер супер кресло очень удобно спину облегает вот у меня межпозвоночная грыжа и вообще на не ощущается в этом кресле да да она исчезает она зарубцовывается сразу супер кресло варп а игровое кресло да 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 за рубцов все межпозвоночные грыжи деньги потом переведем да супер до связи ну сейчас кто-то сядет на наше место нельзя так оставлять эфир в общем пуху там спросил парень сколько у тебя становая тяга приседание со штангой жим лежа со штангой на обычной скамейки горизонтально но я сейчас достаточно слаб на самом деле типа то что но я тренируюсь давно и типа мне уже не интересно просто типа развивать силу так далее я различным в зависимости от своих целей развиваю разные аспекты так сказать тела так что но отвечает вопрос жму я на данный момент 120 на 5 раз приседаю что-то где-то типа 100 на 20 наверное и становую я не делаю но мои лучшие результаты приседи становой два года назад были соответственно присед 160 килограмм и становая тоже на один раз ну то есть я типа средненький средненький микрофон ближе ok рост вес 175 рост 83 на данный момент 83 килограмма на данный момент мой вес 9 с половиной процента жира это чтобы там дальше не спрашивали не я делаю все даже с грыжи просто типа но естественно это после консультации с врачом я надеваю там тяжелоатлетический пояс и так далее основу не делал потому что данным целям моим не отвечает что а чё я хотел сказать у меня что-то спрашивали чем варкрафт рулит ребят но гаупа g блин я сейчас зергу отнесу микрофон чтобы у нас наши я кушать тоже хочу ну давай оставим вот так просто так давай расскажу почему хэппи забанен на турнире rose brain cup я тут уже был почему нельзя было сразу задать этот вопрос нет я говорю я нет никто не задавал этот вопрос ну ладно короче смотрите ребят попробую объяснить намного как можно более просто да на мой взгляд наличие как какого-то какого-то интереса у хэппи например интерес играть на турнире это денежный интерес собрать донат это тоже денежный влечет за собой некоторую ответственность и вопрос бана он не вопрос того что там каких-то личных взаимоотношений а просто вопрос того что человек не выполняет то за что за что поручился да за что взялся не выполняет свои обязательства и именно поэтому в общем то я его заблокировал какая какая была общая идея что если человек берет ну собирает какую-то сумму доната пиаре это тем что он вот собирается на турнир и потом не исполнять свое обещание то за что он взялся то и соответственно это влечет за собой некоторые последствия да на мой как как я бы мог бы это решить например если бы от но у меня была такая аналогичная ситуация да да нет если бы я был на его месте я бы ну то есть те кто донатят хэппи я думаю что они там едят не последних хлеб и вопрос не в деньгах я в принципе читал ну постольку поскольку тему на гудгейме и там в курсе комментарии людей которые выступают за него вот и вопрос не в деньгах там но это не те деньги за ради которых можно было не знаю там суд подавать или какой-то ерундой заниматься вопрос там что человек просто ну в моем понимании как бы кидает людей и здесь есть несколько пунктов 1 но это банально неуважение к тем кто хочет посмотреть на классный турнир потому что до хэппи там достоин показать высокий уровень может показать высокий уровень но просто говорит я не хочу это делать то есть не мотивирует каким-то уважительными причинами да там заболел там не знаю там какие-то ну может быть семейная проблема просто не хочется это первый момент второй момент он не выполняет свои обязательства которые за которые взял деньги и один из вариантов как это можно было бы решить можно было там просто не знаю создать свой какой-то турнир на ту сумму которую он собрал качестве донатов условно там сделать хэппи кап потому что сказать что ребят я вот собрал деньги но те обязательства которые под эти деньги взял я не выполнил поэтому я вот решаю вопрос вот таким образом это было бы хорошее решение это не имеет значения то есть ну как бы нет решения от него нет решения от меня и третий момент самый главный на мой взгляд потому что я как бы ну ты знаешь да что я из владивостока и там на вцг квоту выигрывал вопрос еще очень большой в квотах и он вопрос долгосрочного характера который влияет на который имеет за собой очень большие последствия вот у нас например на дальнем востоке когда были квота на вцг была квота по старику с владивостока из хабаровска так вот из владивостока всегда выигрывал ну с 2004 года по 2007 выигрывал чувак один кореец mercury но он никогда не ездил потому что он говорил ребят нет не нужно там вот у меня у бати нужно в корею ехать практику проходить поэтому извините но он всегда к вот и передавал и наш организатор ну там иногда рисовал результаты иногда чего-нибудь делал чтобы из владивостока обязательно появился человек на российском финале даже если он сольет первый раунд это позволяло нам защитить свою квоту то есть владика всегда была квота вне зависимости от уровня и уже к последнему вцг владивосток принципе сумел родить игрока который там достойного уровня был на тот момент это булата ну я не говорю что он самый лучший но он очень достойно играл например намного лучше меня когда был в топе хабаровск же поступал другим способом он выиграл квоты но в течение двух или трех лет подряд он забивал то есть как бы руководствовался точно такой же стратегии что я вот выиграл значит это это мой актив мое право чё хочу то ворочу он добился того что к последним последним двум годам у хабаровска квоты забрали соответственно у меня есть предположение что если европейские на китайский турнир китайцы будут выделять квоты не китайские их их будет кто-то выигрывать эту квоту заберут и это и влияет на все комьюнити поэтому главный еще один был вопрос на форуме зачем человека банить навсегда никто не говорит навсегда на репсах бан на 10 лет то есть я буду рад видеть хэппи вариант а он выполнит свои обязательства каким-то образом вариант b в 2026 году спасибо кирилл я хотел сказать что по поводу квот ко мне после голда ну с известными последствиями обращался дважды back to warcraft с как раз с вопросом и проблемы о том что скорее всего нам кого-то не дадут после того как не поехали ну там давали какое-то количество то ли 3 то ли 2 дадут меньше на одну и надо было дать цифры статистику что типа это все равно региону интересно видимо они делали ну то есть вывод логичный в принципе что если топ-1 от региона забивает то региону то нафиг не нужно и что у нас как бы варкафта ну ну нафига вот поэтому я присылал данные о том что смотрите у нас варкафт смотрят чем смотрят приблизительно таком же уровне как на том же самый back to warcraft у нас было же помнишь приблизительно одинаковое количество зрителей с этого самого года ладно друзья еще что то еще что то только давай покороче очень быстро нужно понимать что хэппи не забанен ни в коем случае нет организаторы просто помогают хэппи выполнить свое обещание он обещал на турнире не играть но действительно было такое обещание от дмитрия костина что он не не принимает участие на турнирах какая там формулировка то есть такие благородные судьи на разборка понятно изящно изящно но здравствуйте это кирилл патрыкин он же разборка у меня в гостях майкер здравствуйте майкер здравствуйте где по g можно поиграть давай по обжиру банем только я не умею ладно я думаю что интервью уже зашло немножко не в ту степь в общем смотрите друзья я в любом случае от вас покинул через 15 минут и есть время на одного гостя учитывая то что в понте была уже до была понте да давайте где где маша лап перил спасибо тебе за все локи может и хочется у понте интервью